здравствуйте друзьям продолжаем читать статьи андрея юрьевича школьникова пожалуйста подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить сегодня у нас статья анализ успешных решений необходим раздел методология 30 лет назад советский блок или ссср проиграл холодную войну основной вклад в победу был несен на психоисторическом ментальном поле битвы если мы посмотрим на прошлые и актуальные работы западных фабрик мыслей да и наших специалистов то в качестве основных причин будут фигурировать экономические проблемы ссср вызванные нефтяным сговором сша и арабов экономические проблемы присутствовали но их масштаб был сопоставим с западными и ни в какое сравнение не шел ситуации после великой отечественной войны советское общество и элиты утратили желание сопротивляться сдавшись практически без борьбы простое население хотела перемен что и привычные незаменимые блага остались а еще дополнительно стало больше продуктов конечного потребления люди хотели волшебства мечтая что переход на капиталистические рельсы скачкообразно увеличит доходы каждого а следовательно и общество в целом сделав распределение более справедливым результат оказался обратным что неудивительно за глупость пришлось заплатить возникает резонный вопрос почему на западе не разобрали и не проанализировали механизмы своей победы описав успех для будущего повторения судя по всему ответ стоит стоит искать в распуске ликвидации советология которые посчитали не нужны методологию нельзя делать до получения решения проблемы нет понимания ни результата не пути решения но после того как проблема решена и повторение превращается творческую задачу а здесь именно результат понятен но не определен путь решения методология успеха необходимо отказ от анализа таких решений является характерным ведь победителей не судит а разбор выявит допущенные и скрытые от стороннего наблюдателя ошибки неоптимальные решения и неэффективно потраченные ресурсы кому интересно копаться в истории когда можно почивать на лаврах примером подобного отказа от понимания и рефлексии является успешно разработанная в ссср двухконтурная система кто только ее не вспоминает в наши дни полностью игнорируя что безналичный контур должен существовать не сам по себе а заполняться адресной эмиссии под инвестиционные проекты в стране денежные средства в инвестиционном контуре выдаются в качестве целевых кредитов и возвращаются по мере возврата инвестиций после чего погашаются цб фактически если в экономике исчезают инвестиционные проекты то через несколько лет данный контур должен обмелеть и пересохнуть постоянно растущей и развивающейся экономики печать и погашение инвестиционных эмиссионных средств имеет перманентную положительную дельту в реальные периодически необходимо сокращать денежную массу что игнорируется и да когда сталкиваешься с разными экономистами рассуждающими о монетарных вопросах и контурах денежных средств но не способными заглянуть глубже видимых признаков уже не удивляюсь спасибо что дослушали статью до конца пишите ваши комментарии ставьте лайк а я вам желаю всего хорошего